Всем здравствуйте, господа! Я рад вас приветствовать в нашем новом сезоне сериала по Формуле 1-22, где мы будем преодолевать все невзгоды в режиме «Моя команда», строить автомобиль мечты и, собственно, сопротивляться всему тому, что игра нам уготовила. 21-й год мы пропустили, поэтому мы полны сил, решимости и энтузиазма посмотреть, что способна предоставить нам игра спустя 2 года, и принять новые вызовы, чтобы пройти с самого дна, да куда-нибудь. Как и прежде, у нас будет 100% дистанция гонки, иные форматы я просто не могу воспринимать, вот как вот в реальности идут круги, как идут стратегии, то же самое я ожидаю и здесь, вот ускорение в 2 раза мне немножечко ломает мой мозг, а проехать полуторачасовую гонку, в принципе, не представляет никакой сложности. Касаемо самой сложности, об этом мы подробнее поговорим чуть-чуть попозже, но мы будем играть на 100% в поисках баланса, в поисках интриги, и чтобы было красиво и хорошо. Начинаем мы нашу компанию, нашу команду с самого-самого дна, ноль денег на старте, выбираем самого дорогого спонсора, который нам может дать максимум денег, и в результате первых тестов я вынужден выбрать и самый крутой двигатель, это Феррари, естественно, за максимум денег, ну, вот такое вот сейчас, такие вот настройки у игры, я попробовал начать с Раноп, попробовал начать с Рэдбулу, но там мы слишком сосем по мощности, вот, и ввиду того, что мы взяли самый дорогой двигатель, приходится брать и самого дешевого пилота, это Рой Ниссане, да, я взял его, потому что Израиль, потому что он более опытный, и, соответственно, нам будет больше давать технологических очков. По итогу на старте мы имеем болид четвертый снизу, но, честно говоря, вот эти вот графики вообще не несут никакой ценности и смысла, но потому что он работает несколько иначе, чем в 20-й или 21-й формуле. Например, чтобы залезть по двигателю, посмотреть на каком уровне, мы должны пойти в менюшку заказа какого-либо улучшения, и на данный момент мы первые по мотору, потому что я максимум туда вот тут вложил все опросники, весь старт у нас максимум в мотор, и, соответственно, настроение команды тоже в мотор. И за первые ресурсы я беру улучшение двигателя, потому что наш путь мы будем именно вот туда пушить, прорубаться. По аэродинамике, коротко, мы находимся четвертый снизу, существенно отставая от топовых команд, по балансу пятый, такие плюс-минус посерединке, но со временем, естественно, мы будем проваливаться, потому что это тот отдел, в который буду вкладываться очень-очень нескоро. В начале сезона, естественно, нас ждут какие-то активности, я беру получение ресурсов, улучшение настроения отдела двигателя, и активность на заработок денег, поскольку денег нету, но вы держитесь. Так как мы с самого начала заказали улучшение двигателя, нам оно приезжает до Гран-при Бахрейна, и подкопилось сразу же немножечко ресурсов, и заказываем значительное улучшение на мощность двигателя, что нас еще сильнее бустанет относительно всех остальных. Эта штука важная, поэтому заказываем, приедет через два этапа. Вводная часть закончилась, и все, отправляемся на трек, где нас встречают тренировочные программы, которые были видоизменены, и хочу вам сразу сказать то, что, например, стратегии гонки было выполнено без шансов, освоение трассы было выполнено элементарно, управление ИРС выполнить не удалось. В самом начале, конечно, я оптимистично загнул сложность на 105%, и это вообще была дичь с ботами. Они настолько жестко уезжают, настолько жестко объезжают, то, что, ну, припустил до 101%, но при всем при этом, например, стратегии гонки, режим мне не хватает трех секунд с круга, темпа, чтобы выполнить ее. То есть от меня игра просит 1.32, чтобы я ехал в спокойном, расслабленном режиме, когда я даже квалификацию этим временем проехать не смог. Такое было всегда в сериях Формулы 1, что от трека к треку разные завышенные или заниженные требования по тренировочным программам, ну, не смог и не смог. И, как вы поняли, сложность 101%. Сейчас идет квалификационный круг, и, например, напарник меня просто в нулище разнес, а все остальные, ну, не оставили мне шанса. Там до топового времени в районе 5 секунд. Поэтому стартуем мы с конца. Это как раз-таки вот квалификационный круг. Да, он не идеален, да, еще холодный, но вот постепенно-постепенно в этом сезоне мы будем разгоняться, привыкать, адаптироваться, потому что Формула это немножечко свой мир, своя физика, своя скиллуха. И в процессе гонки, например, ты точно так же прикатываешься, и дальше по ходу сезона будем ехать все лучше и лучше. Ну, а че, как в реальности, новая команда, новые условия, новый, ну, бовский зеленый пилот. В принципе, все даже вполне себе реалистично. Я экспериментировал также с самыми разными настройками и на крыльях, и без крыльев, с прямиком, без прямика один хер сосу. То есть машина заточена сугубо напрямик, и вот никуда не поворачивает, влохо тормозит. Ну, как-то куда-то сейчас поедем, собственно, не будем забегать вперед. Нас радостно приветствует гран-при Бахрейна, старт 22-го сезона, 22-го регламента, новое все, красиво, замечательно. И у нас квалификацию выигрывает кто же, кто же, кто же, Феррари, Мерседес, оп-оп-оп, дельфинирование, Леклер. Причем он навез Ферстаппену почти полсекунды, 448 четыре тысячных, это как-то очень много. При этом самому Ферстаппену минимально проиграл Перес и Сайнс. Также Хэмилтон и Рассел, они там в полдесятки все, грубо говоря, вместились, и потом бац, на седьмом месте уже Ботос, который полторы секунды сразу же проигрывает. То есть у нас максимально жесткая первая тройка, Феррари, Рэдбул и Мерседес, и потом вот вся остальная группа. Мой напарник каким-то хреном на пятнадцатое место встал, и, ну, красавчик, чё, Магёта умеет, и тут я такой, 5 секунд проигрыша первому месту, либо же 2 с лишним секунды до Платифи. Ну, в гонке, благо, всё иначе. То есть квалы, практики, формули всегда такими вот жесткими были. Я имею в виду с таким вот крайне странным балансом, пока у тебя не оверпауэр перекачанный болид. Спустя, наверное, 20 или 30 рестартов эти задравщие меня красные огни гаснут впервые для вас. Вот, и мы отправляемся напрямую на подсосоч. У нас команда Бетонус, самое главное, не в бетон, первое правило. И в первых поворотах они постоянно хотят друг друга убить, развернуть, завалить меня, ещё что-то. Уже на рефлексах. Встаю аккуратненько третьим. В Серик Ярда вроде бы чуть-чуть помещаемся. Там минимальный контакт со Стролом, но все живы целы, плюс несколько позиций. На второй прямой пробую аккуратненько поддайвить Рик Ярда. Он мне вроде бы оставляет место, но при этом у него выход и лучше. В целом, боты адекватно реагируют на подобного рода агрессию. Они тебя нищемят до конца, но при этом и сами способны крайне агрессивно доивануть. Здесь, смотрю, Ниссани как-то берёт и перескакивает буквально через Суноду. Я думал, ну дай попробую за ним. А вот нет, он поместился, а я, собственно говоря, нет. В итоге у меня выход с Албана в борт-борт и жёлтые первые флаги. Из-за того, что Алонсо пытался по внешке проатаковать, у меня получается обгон Албана под жёлтыми флагами. Верните, пожалуйста, позицию, сэр. Тут можно подключить небольшую хитрость. Я вроде бы его пропустил, а вроде бы уже нахожусь сразу же на выгодной позиции для атаки в следующем повороте. Благодаря чему? И забираю уже 16-е место. Ну, как сказать, уже стартовали 22-ми, а тут 16-е. Вроде как неплохо. Вроде нас и квалификации в дулищу разнесли просто вот максимально. Но такое всегда в формуле было, то, что ты сосёшь квали, а потом постепенно начинаешь догонять-догонять, и там уже в зависимости от баланса твоего болида находишься на каких-то своих позициях. Первый круг пережили, и потихоньку-потихоньку все выстраиваются вот в этот вот ручеёк. Каждой своей группе лидеры уезжают в космос. Средники, там их везёт Ботос с седьмого места. И вот мы, группа пососочей, которые, ну, я между которыми нахожусь, но потом темп всё, естественно, растает по своим местам. По темпу, в целом, крайне интересная у нас получается ситуация. Вот вроде бы самый сильный, самый мощный двигатель. В предыдущих частях я привык то, что если ты упираешься во что-то, то значит ты должен быть силён там на прямых, да, как у нас это было в нашем первом самом сезоне. Сосали везде в поворотах, но при этом любые прямики, любые длинные трассы, там Баку, Вьетнам, Монс и прочее, было мега круто, мега фаново. Сейчас ситуация такая, то, что у нас самый мощный мотор. По крыльям что-то среднее, чтобы машина куда-то поворачивала, при этом вроде бы должен быть прямик. Вот, у нас есть определённые, конечно же, сложности вставаниям на газ. Чуть-чуть ты ошибаешься, сразу тачку повело. Про это расскажу чуть попозже. Теряем позицию Риккарда, но и с МакЛайроном, откровенно говоря, бороться напрямую мы не можем. А вот Вильямс прессует меня сзади. И чтобы понимали, у Вильямса хуже аэродинамика, чем у нас, у Вильямса хуже двигатель, намного хуже двигатель, чем у нас. Но чтобы он меня не прошёл, мне приходится либо ИРС разряжать, либо Слипстрим какой-то нужен. Но там в будущем просто посмотрится, какие у меня с ним будут проблемы. И вот я говорил в начале видео, то что роль характеристик стала, ну, совершенно непонятной. В предыдущем сезоне мы привыкли, ну, точнее, в 20-й формуле, что у меня самый мощный двигатель, значит, на прямяках я царь и бог, в поворотах мы сосём. Сейчас же Гран-при Бахрейна в третьем секторе, почему-то я очень быстрый, на разгонах меня везде дёргают, неважно, что это за болид, это Рэдбул, это Мерседес, или это Вильямс, там, Хас, пофигу, они вот уезжают максимально в космос, я не могу нормально встать на газ, так как это делают они. Хорошо, так было и в предыдущих частях, но не настолько же жёстко. И самое главное, это у них какая-то ракета, какая-то турбо-тяга, просто на прямяках. Перемещаемся чуть вперёд, и здесь выбивает его Ниссане, там окон то ли поддел, то ли что, и небольшие жёлтые флаги, и Ниссане. Ну, он останавливается, просто останавливается, и пропускает всех. Ну, и после чего, такой эгэй я теперь буду догонять. Мы перемещаемся на пятнадцатую позицию, в принципе, уверенно держась вот за группой, сначала десятки, там, с девятого места. Там Гасли всех везёт, и ботус пытается за ним потихоньку удержаться. На миникарте слева внизу можно отслеживать такие вот моментики. Кстати говоря, про интерфейс. Когда я снимал двадцатую формулу, все такие, а почему у тебя не справа, как у всех интерфейс? Вот это вот всё, я перенёс это в середину. И что вы думаете, вам с двадцать первой формулы, да, и они перенесли это всё в середину. Ну, потому что так, блин, удобней. Молодцы, но масштабы попозже сделаю поменьше, потому что правая менюшка, она просто гигантская. Пока мы прыгаем на шестой круг, немножечко расскажу про изменения физики. Самое ключевое, первое, что мне бросилось в глаза, то, что теперь проще тормозить. То есть, гораздо меньше блокировок, как-то лучше чувствуется, ну, и в целом, меньше блокировок. То есть, мне отключены все помощники, касаемо управления болидом. И просто вот ты садишься и меньше блочишь колеса. В тех формулах предыдущих было больше геморроя с этим. При этом, точно такие же проблемки с тем, чтобы встать на газ. То есть, нужно адаптироваться, полный газ там до третьей, четвертой передачи, тебя нет шансов поражать. Вот, работе с газом, ты постепенно, постепенно привыкаешь. Ну, а болид, по крайней мере, не качанный, ведет себя, как такой, ну, утюг. У него, такой ощутимый недостаток, но при этом, тебя может, подсорвать. Прям хорошенько подсорвать жопу, если же ты перекручиваешь руля. Ну, превышая, что тут границу атаки. Прыгая уже на десятый круг, по-прежнему там, и пытался за Рикьярда как-то ехать, ну, не получилось. Тут, а, Джоу поднавязал борьбу, и, вроде как, обороняемся, но идет гигант, такая потеря в первом-втором повороте, и в итоге там, Рикьярда со всей этой группой уезжает уже без шансов для нас. Пока вот мы едем на софте, видно то, что в теории, можно было бы держаться за той группой, но, по мере того, как резина изначивалась, она все дальше уезжала, я уже с собой формировал такой небольшой пелетон, и, ну, не способен болид, бороться. На 14-м круге, Ферстаппин выезжает с боксов позади нас, причем, позади меня, так еще и Джоу, на чем теряет время. Что мне кажется, впоследствии сыграет свою небольшую роль, но тут в 10-м повороте я совершаю небольшую ошибочку, меня затаскивает, засасывает поребрик, очень плохой выход, и Red Bull, здесь вот я прожимаю кнопку, просто взять и сравнить, ну, что же, как выйдет по скорости, однако, макс на крыле, и спокойно меня проезжает. Обратите внимание, он, ну, с внутрянки пытается залететь, и в том повороте немножечко заливается, а дальше, уже прогрев резину, просто начинает уезжать в космос. Ну, а еще бы, тут незачем сравнивать нашу бетонус против Red Bull. В конце этого же круга, в начале уже 15-го, Гуанчжоу, там, с полсекунды дистанции, делает такой дикий накат, пытается атаковать, но блокирует правое переднее колесо, я спокойно помещаюсь, поворот, а он там вот немножечко отсасывает. Вроде как отстал, а вроде как с полсекунды опять на две десятки мне присел, из-за того, что у меня вот микро-микро-проблемы с вставанием на газ. А на 16-м круге уже, собственно, под нашей стратегией, изначально я думал на самом деле софт-медиум катануть, но потом посмотрел на износ, а такой, ага, что-то не особо вариант, поэтому софт-хард, начало 17-го круга, пересаживаемся на хард, я вот включил этот режим полной симуляции, вот впереди какие-то стрелочки, несколько раз попробовал заехать, ничего не понял, наверное, просто выключу и пусть оно будет все автоматизировано. Ну, или вы мне там в чатике объясните, что куда и как, и зачем оно надо? Пересев на хард, вот он холодный хард, с полным баком, я просто офигел от того, насколько стало тяжело, то есть он пока не прогрет, вообще никуда не едет, тебе тяжело толкаться, тебе тяжело поворачивать, и меня мгновенно начинают сзади все накатывать, а все, кто был впереди, уехали в космос. И, то есть, вроде бы до пидстопа я был там на 15-16 месте, да, там в 4 секундах от Рикьярда, в итоге после пидстопа я оказываюсь в очке. И вот, посмотрите, Биллимс, да, помните, я рассказывал, я на крыле, между нами три десятки, я на крыле прожимаю кнопку, пока я нажал на кнопку, я его начинаю догонять, отпускаю кнопку и еле-еле к нему присасываюсь. Еще раз, у меня открыто ДРС, я с помощью обгонной кнопки пытаюсь к нему присосаться, а болид просто еле-еле его догоняет. При этом Биллимс сильно хуже по двигателю и хуже по аэродинамике. Вот такая вот игра. Ну, такого раньше не было, раньше была трава забористей. В итоге я его вообще никак не могу пройти, там даже если разрядить полностью батарейку не получилось это сделать. На 25-ом круге Норрис поехал менять свой медиум и оказывается позади. Мы же там с Албаном вот на 17-18 позицию встаем. Потом Стролл еще заехал, поменял резину и на 32-ом круге сгорает двигатель у кого? У Макса? Нет, у Леклера. Все, в реальности у нас сгорел Red Bull, здесь у нас сгорел Ferrari. Вот, нормально, баланс какой-то. Вот сколько? 15 там, да, кругов я примерно скиднул, ну почти с 17-го, как Албан меня просто тачит. Если бы не Албан, у меня темп был бы, например, на секунду медленнее. То есть он меня подтаскивает, конкретно просто тачит за счет крыла. При этом я еще и батарейку вынужден постепенно тратить. По характеристикам валида, вроде у нас все не так плохо, а в реальности ну, скрипя жопой едем. И говорить о какой-то борьбе в средней группе ну, абсолютно не приходится. При этом позади нас Джоу на Альфе, который, не сказать, что супер вау въедет Aston Martin, ну, его мы помянем. Ботос на Альфе вообще сильно впереди, там навозят нам порядка 30 секунд. Позади нас Норрис на свежем медиуме. А Норик Ярда впереди на Харде, который при этом уезжает все это время. И такой, хм, блин, насколько что-то важно все-таки пока что ехать в каком-то слепстриме, чтобы тебя именно кто-то тащил. 20 с лишним кругов меня тащил Альба на себе, но после очередной ошибки в 10-м повороте он уезжает из секунды, и все. Ну, я выпадаю с дресса, и дальше конкретно уже проигрываю. Да, еще быстрее. Я просто не могу поехать. Там стараюсь работать машинам, пытаюсь работать резиной, держать темп, но это действительно тяжело. На 44-м меня обгоняет Перес на круг. И знаете, что я вам хочу сказать? Это лучше, чем было в 20-й формуле, потому что 20-й формуле мы отсосали на 20 с лишним круга. А здесь не было сэптикаров, не было никакой суеты, и всего проиграли на один круг. И то под конец. То есть чуть-чуть было бы, если темпа побольше, было бы вообще все неплохо. На том же круге, в том же повороте пытается Норрис совершить свою вялую атаку, но здесь внутри аккуратно дефишься, и он боится, боится уйти на внешку, поэтому получается без проблем остаться впереди. Хотя у Норриса медиум, но он уже, наверное, подгулявший. Перебывался он всяко позже, чем мы. В конце того же 45-го, Перес нагоняет Албана, и Албан с трех секунд теряет какое-то неимоверное количество времени, еще косячит выход напрямую, и в итоге тут вот опять между нами практически секунды, я прожимаю кнопку, но батарейка почти разряжена, как только я отпустил кнопку, Албан сразу же начинает уезжать вперед, а просто две десятки отыграно было мгновенно. Ну а следующую прямую он же на крыле и уедет опять очень и очень далеко. Вы, кстати говоря, не переживайте сильно то, что тут мы боремся около очка, там какое-то вялое или наоборот слишком жесткое и форсированное начало нашего чемпионата, да, все нас ждет впереди, то есть у нас есть развитие, у нас есть план, мы его будем придерживаться. Из серии в серию я раскачаюсь, вы раскачаетесь, наши гонки раскачаются, будут интересные моменты, там снова к монтажу привыкнут, то есть вот там чуть-чуть вот притереться надо, потому что все-таки как-никак полтора года чуть больше, наверное, даже не занимался съемкой формулы. Надеюсь, вам понравится сезон, сериальчик и все. У нас раньше была традиция собирать по тысяче лайков под каждым выпуском, да, чтобы дополнительно, чтобы видео продвигались, чтобы видео нравились и дополнительно меня еще мотивировали, потому что я планирую ну хотя бы по две серии в недельку снимать. У нас огромное расписание по Сатокорсе и Формулы 1 я планирую уделять не меньше внимания, ну по крайней мере один, полтора, два сезона, ну полтора плохо, два сезона надо нам доехать. Это так, чуть-чуть вот автопикам. Надеюсь, мы с вами на одной волне. А также все важное в комментариях я обязательно прочту. на 48 круге меня догоняет Рассел он едет на второй позиции в четвертом повороте ныряет вперед но ошибается то ли еще глюкануло в общем зачем-то пропускает меня обратно не встает на газ и не хотел его там атаковать а просто хотел выйти без потери времени потому что меня там Норрис позади активно прессует в итоге Рассел меня проходит еще раз и на этом теряя кучу времени и Норрис уже плотненько позади опять полсекунды висит и сейчас будет меня атаковать здесь пока я еду на крыле меня что-то переклинило я стараюсь экономить топливо хотя мне это делать не надо потому что я же проигрываю круг значит проеду на один круг меньше но в этот момент я этого еще не осознал точнее вообще этого не осознал пока вот не начал монтировать видос на 50 происходит крайне важное событие Рассел догоняет Албана и Албан опять теряет миллион времени на том что ему приходится пропускать а здесь вот второй сектор который у меня получается почему-то ехать лучше чем у остальных следом злосчастный десятый поворот и вот за этот промежуток времени там стиснув жопу в кулак ну получается догнать Албана я все-таки не бросаю надежды отыграть на эту 15 позицию при этом ну про 14 забыли там Рикардо сделал с 15-16 секунд после ну 30 круга уже до 20 как сказать уже я не знаю на чем были проиграны 16 секунд то ли на старой резине то ли на прогрейтах то ли еще что-то но в общем бороться там с Рикардо без шансов при этом обороняться от Морриса не представляет никаких проблем в конце 51 начало 52 я наконец-то на крыле у Албана и есть варианты может быть с ним побороться если я дурак не перестану экономить топливо и если подзарядить батарейку нам это абсолютно ничего не даст но интересно же интересно зарубиться интересно побороться кругом спустя до нас доезжает Ферстаппен я жду когда он подъедет поближе чтобы более корректно его пропустить и воспользоваться воспользоваться ситуацией может быть как-то чтобы Албан ну ошибся или еще что-то и посмотрите что он делает в последнем повороте он занимает внутрянку зачем-то заныривает на поребрик я просто проезжаю мимо на выходе из-за пределов трассы он чуть не убивает Ферстаппена и все я на 15 месте вот остается пару кругов до конца Ферстаппена совершенно спокойно пропускаем и все потрясающе я чуть-чуть не понимаю почему нам не дают возможность регулировать топливную карту или регулировать ИРС то есть эти вот режимы они залочены вот с одной стороны упрощение с другой стороны ну почему так я на самом деле не знаю опять же вы мне расскажете вот а здесь после того как Хэмилтона пропускаю оказался без крыла Албан пытается этим воспользоваться аккуратненько внутри обороняемся и поставляем Албана под Норриса пусть они там бошкаются пока между собой я тем временем подзарядил батарейку и значит последние круги совершенно спокойно смогу довести до конца что собственно и происходит Норрис проходит Албана а я финиширую на 15 позиции скажете это провал а я скажу это классно 38-37% изгноса резины пойдет через один пидстоп почему классно ну после квалификации честно говоря ожидал что нам придется просто довозить какие-то около последние места а так в принципе есть чем бороться будем ждать обновления будем развивать наш болид есть куда стремиться и самое главное уже видны ориентиры с кем мы можем бороться в тех или иных ситуациях по итогу у нас Перес первый второй Рассел проигрываем всего 10 секунд дальше Ферстаппен Хэмилтон Магнусом на пятой позиции Сайенс который провалился с четвертой на шестую Леклер напоминаю сошел Вальк седьмой Мик Шумахер сразу же в очки берет и заезжает восьмой Альфа Таури Альпин Альфа Таури Альпин Феттель выше Рикардо выше в общем если даже смотреть по лучшим кругам мы конечно же проигрываем у них там у них есть выходы из 32 то средняя группа да либо 32 высокие у нас же я скрипя жопы вышел из 33 и чуть-чуть может быть где-то на строчке подыскать или где-то в кат получить может еще улучшение на болид получим и около десятки будем тереться по спонсорским обязательствам я должен и обязан привезти к концу сезона 15 очков я думаю мы это сделать сможем на следующей гонке мне сказали чтобы не было вот этих вот аномальных ускорений мы попробуем 100% если я увижу то что это говно стало неинтересно я обратно верну сложность я еще и не проехал не знаю как там будет ну а так в принципе все пока понятно по очкам тут все очевидно по личным зачетам по командам зачету Red Bull Mercedes и ХАС ХАС Сила ХАС Выч Феррари вот так вот вот так вот самое главное начало положено мотивация есть интерес пилотажа есть ботов чуть-чуть изменили чуть-чуть поправили надеюсь они нам дадут интересного контента они по крайней мере борются теперь по-другому они делают какие-то обманки они делают резкие маневры ошибаются в целом я думаю ментики будут более-менее интересны вот мне важна вот эта вот составляющая с менеджментом с улучшением болида чтобы они действительно работали и чтобы с помощью этих вот наработок можно было строить ну свою какую-то стратегию на гонку сделать какую-то ставку на те или иные гонки за 3 копейки заработанных ресурсов и с помощью скидки берем улучшение аэродинамики поскольку одного улучшения двигателя нам очевидно уже не хватит хоть здесь и высокая вероятность неудачи заказываем приедет через пару этапов посмотрим что это даст пока нету денег нету ничего ресурсов особо ну менеджменте рассказывать показывать нечего здесь вот такие вот веселушки появились на суперкарах покажите среднюю скорость на самом деле чуть-чуть они сделали это коряво как мне кажется потому что например для формулы ты вынужден ставить драйвер у руля 360 градусов да а вот эти вот машинки там под 900 градусов переключаться лень поэтому поедем 360 градусов но выполняется элементарненько хай будет развлечение тут бабличка репутация все это все это не лишнее а сам фан ну лучше чем ничего растягивать не будем спасибо что смотрели впереди нас ждет все самое лучшее самое интересное начало положенное еще раз повторюсь всем удачи и максимально хорошего дня и позитива пока-пока субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...